Сколько стоит люкс, а сколько стандарт? Можно ли поставить дополнительную кровать и есть ли скидки в межсезонье? Представители турбизнеса из Китая интересуют все нюансы размещения, даже то, как часто убирают в номерах. Что касается последнего, здесь интерес, как признается Гуани Джун Ли, чисто спортивный. Он директор туристической фирмы, по миру поколесил немало. В отелях Красной Поляны его поразила идеальная чистота. В номерах есть кто-то, которые хотят хорошие, есть кто-то, которые хотят простые. Ну, надо набирать уровень, да, и сюда приедем. Если скажу по-честному, по-честному, но номерах нормально, хорошие, очень хорошие, да, очень хорошие. Вообще чистые. Зона досуга – особая составляющая китайских туристов, говорят туроператоры из Поднебесной. В Сочи приедут состоятельные люди, которые экономить не привыкли, но за свои деньги они хотят отдохнуть на все сто. Что касается горнолыжных трасс, здесь все на высоте. Остались довольны гости и зонами релакс. А вот над рационом, говорит Хунь Вайнсуэ, придется еще поработать. Жители азиатской страны – известные гурманы. Мне все понравилось. Сегодня вот посмотрели номерной фонд. Это очень хорошо, что все в шаговой доступности. Вот отель, а вот трассы. Идеально для отдыха. Но вот что касается питания, то если приезжать на несколько дней, то та кухня, которая здесь, вполне подойдет. Но если, к примеру, на неделю, то туристы из Китая будут скучать за традиционными деликатесами. О том, что над меню для будущих гостей из Поднебесной нужно еще поработать, отельеры знают. Но вопрос этот, говорят, вполне решаем. Возникнет спрос, будет и предложение. У нас есть международные гостиничные операторы на курорте. И сейчас в них работают много шеф-поваров из различных стран. В основном это европейцы. Возможно, нам придется рассмотреть возможность привлечения азиатских шеф-поваров, которые бы могли удовлетворить такого туриста. Еще один важный элемент досуга китайских туристов – шоппинг. Под словом представителей турбизнеса, туристы из Китая захотят приобрести в Сочи те подарки и сувениры, которых нет больше нигде. К примеру, авторские изделия из драгоценных металлов и камней. Завтра – последний день визита китайской делегации. Его планируют провести активно, катаясь на лыжах.